Температура чуть выше нуля, но на улице микрорайона Бутова-2 сегодня жарко. На импровизированном митинге, где жители общаются с представителями муниципальной власти, страсти кипят не шуточные. Я просто говорю процедуру. Нужно три минуты. Слушайте, уважаемый, встаньте подальше. Нет, я не уйду. Ну вы подальше, а вы мешаете. Вы один мешаете всем. Повод для экстренной встречи, мягко говоря, невеселый. В один не очень прекрасный день жители, вышедшие на остановки общественного транспорта, чтобы отправиться на работу, учебу или отвезти детей в сад, не смогли дождаться маршруток. Так что эмоции людей можно понять. Угадан, это управление государственного автомобильного надзора, значит, начало эти маршруты возле метро отлавливать и эвакуировать. Это было 20-го числа. Значит, естественно, оператор, перевозчик приостановил все услуги по оказанию, значит, в результате чего все микрорайоны остались без транспортной доступности. Действия надзорного органа вполне объяснимы. С 1 января 2016 года начал действовать федеральный закон, согласно которому многие коммерческие перевозчики лишились права предоставлять свои услуги. Если вкратце, то по новому регламенту старые разрешения на перевозки аннулировались, а новые должны были распределяться на основе конкурса. При этом сам конкурс никто проводить не торопился. Планируется проведение конкурса и установка легального перевозчика. Автомы в этих районах планируются на декабрь 2016 года. На местном интернет-форуме можно прочитать практически всю историю взаимоотношений перевозчиков, представителей властных структур и местных жителей. На бумаге получилась бы книга объемом не меньше, чем «Война и мир», но в нашем случае жертвами обстоятельств стали не литературные герои, а живые люди. У нас возникает необходимость ходить на Варшавское шоссе, там очень тяжело сесть в общественный транспорт. Мы когда возили в московский садик старшего ребенка, мы ходили пешком до туда, пешком зимой ходить 40 минут с коляской. Фактически район уже живет активной жизнью. Работают магазины, открытых школа и детский сад, на площадках резвится детвора. Но юридически здесь продолжается строительство. Бутова-2 считается новостройкой, его не передали району, а значит муниципальный транспорт здесь пустят нескоро. Писали в Министерство транспорта, насколько я знаю, там официальный ответ они давали по поводу того, что будет маршрут, который будет ходить от нашего микрорайона до метро. Ну и написали, что на текущий момент находится вопрос на стадии согласования. Собравшихся жителей интересовал один вопрос, не повторится ли ситуация, когда из микрорайона вдруг перестанут ходить маршрутки. Депутат местного совета пообещал, что до проведения конкурса, то есть до декабря, автобусы будут ходить без перебоев. На сегодняшний момент состояние вроде стабилизировалось, до аукционной Министерства транспорт в Московской области взяло это дело на контроль и обеспечило жителей трех микрорайонов Восточной Бутово, Бутово-2, Бутово-Парк-2Б, значит, теми маршрутами, которые здесь работают. Собрались минут на 20, проговорили два часа. И не только о маршрутках. Проблем у жителей новостроек, которые можно обсудить с представителями власти, хватает. Маршрутки поехали и будем надеяться, с подобной проблемой жители больше не столкнутся. Максим Козлов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.